Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Они позволяют рассчитать координаты соседей в примесных центрах. Они позволяют изучить саму матрицу. Здесь, например, говорилось в предыдущем докладе о фанонах, о колебаниях решетки. Почему они важны? Потому что нам надо, чтобы квант энергии при излучении, при переходе с уровня на уровень не рассеивался на матрицу. То есть энергия шла именно на излучение, а не на нагрев матрицы. Будет это или не будет, зависит от частот фанонов, от колебаний решетки. Вот эти расчеты также позволяют рассчитать и колебания решетки, то есть частоты фанонов. Они позволяют получить электронную структуру, зонную структуру, то есть кристалла или другого какого-то конгломерата. То есть фактически они отвечают на те вопросы, на которые не может ответить эксперимент. Они дополняют эксперимент создают мозги, который позволяет нам двигаться вперед. Кроме того, мы можем придумать какое-то вещество, которое еще не синтезировали химики, рассчитать его свойства и дать химикам как наводку. Вот для всего этого придумали объединительный расчет. Решать уравнение Шеннингера более или менее точно начали много лет назад, 70-80, но по мере развития вычислительной техники все это сильно развилось. И в последние лет 10 это очень широко используемая и сильно развивающаяся область. Значит, какие данные при вот таких расчетах берутся? Берется информация из таблицы Менделеева об электронной структуре атомов, составляющих кристалл. Вот мы, например, занимаемся кристаллами, да? То есть буквально из таблицы Менделеева, сколько с электронов, поэтом, да и так далее. Дальше задается кристаллическая структура. Пространственная кристаллическая структура. Вот. И решается уравнение Шеннингера. Значит, это задача многих тел. Много электронов, да? Там в элементарной ячейке содержится несколько атомов и количество электронов во всей этой системе. Это десятки, сотни. Вот. Такая задача точно решена быть не может. Нужны приближения, да? Одно из приближений это адиабатическое приближение. Ядра считаются неподвижными, около них движутся электроны. Ядра как параметры. Вот. Во всех методах Абинишо это приближение имеет место быть. Вот. Дальше. Значит, надо считать кулон между электронами, которые там находятся. Их очень много, да? Значит, тут тоже вводится приближение. Это приближение среднего поля. Вы, наверное, это все уже слышали. Вот. Значит, считается, что каждый электрон находится в поле, которое создано другими электронами. Вот. Тут, естественно, возникают погрешности. Естественно, это приближение влечет за собой очень большие проблемы. Да? То есть, проблема самодействия, проблема неучета корреляции электронных. То есть, конкретно того, что один электрон чувствует второго, там, третьего, своего собрата, соседа. Вот. Это отражается на результатах, но без этого никуда не двинешься. Все остальные методы используют еще более грубые приближения. Вот. Значит, вот метод, который используют только вот эти два приближения, это метод Харт-Рифок. Вот. Значит, надо сказать, что электронные орбитали, вы знаете, что они описываются, в принципе, с помощью гармоник. Вот. Для простоты в таких расчетах описываются набором экспонентов. Вот. Чем больше мы там пишем экспонент, тем точнее мы описываем орбиталь. Для чего делается такой трюк? Для того, чтобы проще было считать интегралы. То есть, там, кулон, обменное взаимодействие и прочее. Все это сводится к расчету очень сложных интегралов, и их много. Вот. Чем лучше мы описываем орбитали, тем точнее результат. Есть такой метод МОЛКО. Молекулярная орбиталь, как линейная комбинация атомных орбиталей, когда волновая функция, то есть орбиталь всей ячейки, составляется из орбитали каждого атома, и каждый орбиталь входит с какими-то коэффициентами. А орбиталь – это набор экспонентов. Вот. И вот в таком вот приближении рассчитывается взаимодействие между электронами в системе. Значит, используются все эти приближения, адиоматическое, то есть ядра неподвижность среднего поля. Да? Вот. И в конечном итоге на выходе мы получаем, значит, геометрию. Так? Мы задали какую-то исходную симметрию, она жестко фиксирована, да? Исходную решетку она в рамках этой симметрии срелаксирована. Вот. И получаем энергетические уровни, то есть электронную структуру. Вот. Это мы получаем на выходе. Значит, кроме вот этого метода, который я описал, это метод Харт-Трифока, значит, есть и другие, но они уже имеют некий эмпирический привкус. Да? Вот. Значит, метод Харт-Трифока не учитывает межэлектронные корреляции. В каких-то ситуациях это очень важно. И поэтому придумали метод ДФТ, density-функционал, серии, где основное состояние системы описывается через электронную плотность. Вот. И вводится поправка на эти самые корреляции, которые не учитывает Харт-Трифок. Поправка эмпирическая. Значит, поэтому существует множество способов ее описать. И, естественно, как любая эмпирика, она работает в каком-то узком диапазоне однотипных соединений. Да? Вот. Подогнали параметры для каких-то похожих кристаллов. И вот только в этом ранге мы работаем. Поэтому химики, вот ДФТ, очень часто используют для прогнозирования соединений, которые они собираются сделать. Да? Вот они вот для какого-то своего гомнологического ряда подобрали параметры этого метода. вот. И посчитали то, что им в дальнейшем надо будет синтезировать. Допустим, какой-то нестихиометрический материал, вот, в котором концентрация примесей плавно меняется, мы можем вполне прогнозировать вот таким методом. Вот. Но, как любая эмпирика, она, я повторюсь, работает в узком диапазоне и не напрямую отражает физические законы. Вот. То есть задача, вообще говоря, очень сложная. Решить ее точно невозможно. Вот, честнее всего, метод Хартель-Фока, но и он несет приближение. Значит, что из этого можно получить? Что можно из этого получить вообще? Значит, можно получить кристаллическую структуру, которую никто еще не мерял. Да? Можно получить структуру дефекта кристаллическую, которую тоже никто не мерял. Можно получить электронную структуру. Можно получить частоты колебаний решетки. фаноны. Вот. Это можно получить. Теперь самый главный вопрос. А насколько верить? Насколько верить? Значит, все адвинишевые методы, честный Хартель-Фок, да, с минимальным количеством приближений, меньше в природе быть не может приближений, да, значит, менее честный ДНТ, вот все они кристаллическую структуру описывают очень хорошо. Фактически в рамках точности эксперимента, да. Ну, конечно, если вы там хорошо подберете базис, то есть правильно опишите архиталии, но это уже техника. То есть тут можно как бы долго-долго про это рассказывать, но суть в том, что все методы кристаллическую структуру вам опишут. Иногда до сотых долей ангстрема, там, допустим, решетка 5,02 ангстрема в расчетах и 5,08 ангстрема в эксперименте. Вот. Значит, естественно, субъекты, существует множество программ, где-то платных, где-то бесплатных, для, значит, осуществления вот этих расчетов. Вот. И большинство из них написано на Западе. У нас в России есть программа «Природа», но она не очень распространена, поэтому просто вот мы ее сюда не записали. вот у них своя кухня в таком плане, в плане организации труда. Там одна группа пишет программу 10, 20, 30 лет, занимается только этим. Группа разрастается, включает несколько десятков человек, иногда в разных странах, там, Германия, Италия, Франция, они все там сообщаются. Вот. Этот код они распространяют либо бесплатно, либо за деньги, но в результате они становятся признанными, на них все ссылаются и так далее. Вот. То есть вот там вот такое очень яркое разделение труда. Это вот основное отличие от организации научной работы у них и у нас, во всяком случае, у нас раньше. Вот. В результате что получается? В результате они имеют очень много на себя потом ссылок и становятся раскрученными людьми. Вот. Значит, вот эти программы, список, вообще говоря, бесконечный, это наиболее известные, используются для вот таких объединенных расчетов. Значит, при расчете кристаллов очень важно учитывать периодическую структуру. То есть то, что кристалл бесконечен. И кулон, кулоновское взаимодействие, оно самое сильное. Вот. Нужно считать правильно. То есть если вы рассчитываете кристалл, рассматриваете одну элементарную ячейку, это кирпичик, из которого все сложено, да, и учитываете кулон, который действует между атомами в этой ячейке, вы должны еще учесть и кулон, который действует на нее из соседних ячеек. Да, и вот это суммирование оборвать где-то там далеко, чтобы кулон у вас был посчитан правильно. Чем дальше вы его оборвете, тем лучше. И периодические программы, вот такие как кристалл, они как раз позволяют этот кулон посчитать далеко, они учитывают, что кристалл периодический. Вот. Потому что раньше, когда вычислительные мощности были слабее, брали просто одну ячейку, считали, что все взаимодействие только здесь, а дальше там как-то компенсировали, грубо, снаружи и все. Вот. А кристалл позволяет честно посчитать кулон. Кулоновское взаимодействие очень далеко. Но, причем, сбегая вперед, скажу, что они считают это кулоновское взаимодействие с учетом орбиталей, орбитальной структуры не только вот в одной выделенной ячейке, но в трех, четырех, пяти, шести соседях. Вот. И только после этого переходят на упрощенное суммирование, когда атом представляется в виде заряженной точки. Вот. Это требует колоссальных математических затрат, не машинных. Вот. Но, вот в результате именно этого честного учета кулона мы получаем прекрасную кристаллическую структуру. Вот. Значит, это уже хорошо. Честная кристаллическая структура, сразу мостик, честное кристаллическое поле. Хорошо посчитанное кристаллическое поле, возможность потом посчитать свойства кристаллов, там, уровни, переходы, вот этой редкой земли, которая туда внедрена и так далее. Вот. Дальше. Значит, потом мы считаем фаноны, это колебания решетки. Значит, колебания решетки это производные от энергии, там, вторые производные от энергии решетки по смещениям. А вот тут уже сложнее. Тут уже сложнее. Значит, мы минимум-то правильно описали, где ион сидит, а когда он начинает смещаться, там надо крутизну вот эту описывать. Вот. Значит, а все вот эти орбитали, как ни крути, они все-таки приближенно описаны набором экспонентов. Поэтому здесь уже хуже. Фаноны все эти расчеты дают грубее. И ошибка в 20-30 обратных сантиметров имеет место быть. Это норма для таких расчетов. Много это или мало, да? Ну вот характерные числа для фанона, для колебаний решетки, 200, 300, 400, там, 500 сантиметров редко до 1000 бывает. Ну, в зависимости от соединения, от массы атомов, не выходящих и прочее. Вот. То есть, 10-20 процентов, вот, это характерная ошибка. Но, тем не менее, даже это дает нам возможность интерпретировать результаты экспериментов. Да, вот, впервые взяли и измерили фанонный спектр, а мы его посчитали. И более того, программа еще и классифицирует по представлениям. То есть, по типам колебаний, то есть, по тому, какие именно смещения атомов в решетке соответствуют данной частоте. И выдает вектор смещений. И мы можем вполне соотнести числа с экспериментом и потом интерпретировать эксперимент. Ну, хотя бы дать наводку. Да, то есть, пусть у нас будет там ошибка в 10-20 сантиметров, это нормально. Вот. Вот это уже какая-то дверь. Потом, мы считаем электронную структуру. То есть, зонную структуру. Представляете себе? Да. Можно просто отверить в виду, сантиметры, это... Обратные сантиметры. В отдельном, то есть, для фанонных. Энергетические единицы. Нединопол, да. Вот. Когда говорится волновое число, это идет энергия. Многие говорят, отнесение спектра к КР, там, или колебание спектра по частотам. Не по частотам, а по энергиям. Вот энергия колебания, два атома, они как-то колебаются. У них какая-то энергия. Вот эта энергия записывается не в электронных вольтах, а обратно. Вот. Значит, зонная структура, да. И вот здесь еще тоньше. Значит, здесь уже выходит на заметный очень план корреляций, который не учел карт-лифок. Значит, и мы, например, можем очень сильно наврать в ширине запрещенной зоны. Вот. Тут уже надо пользоваться методами ДФТ, которые корреляции учитывают, ну, пусть грубо, пусть эмпирически, но учитывают. Вот. И здесь, конечно, уже картина не столь радужная, но все-таки она рабочая. И если мы правильно подобрали метод, то мы, во всяком случае, опишем тот факт, что данное вещество електрик или данное вещество проводник. И, может быть, даже предскажем какие-то расщепления. Вот. Хотя, подговорюсь сразу, что, ну, я, например, пока не знаю программу, в которой мы учитывали, там, кристаллическое поле. Да, это очень небольшой век. Даже не все учитывают спин-орбиту. Кристал, например, не учитывает спин-орбиту. Вот. И, вообще говоря, научные группы, ну, те, которые кристалл разрабатывают, они постоянно совершенствуются, они новые версии выпускают через каждые несколько лет. Может быть, тогда ты учу. Вот. Значит, вот такая картина в целом. И это применяется не только вот при расчете лазерных материалов, но это применяется широко в биологии, да, где органика содержит сотни атомов, буквально сотни. Мы общались с авторами кристалла, они рассчитывали какую-то органику, которая содержит несколько сотен атомов. Вот, соответственно, у них были базисы, ну, то есть, от набора экспонентов, которые описывают орбитали, тоже в сотни функций и так далее. Значит, вот, органику считать это, конечно, очень сложно, но вот это очень помогает. Вот, значит, в биологии органика это лекарство, да, там, в биологии, потом какие-то хулерены, вот, сложнейшие молекулы, они считаются. Вот, с одной стороны, там очень много атомов, да, но если это какой-то раствор или это, ну, какая-то ситуация, когда нам не надо учитывать кристаллическое поле, то, в общем-то, это хорошо, это упрощает. Вот, а здесь уже небольшая конкретика, вот мы работаем с программой Кристалл, вот, буквально несколько дней назад мы вернулись оттуда из командировки и общались с авторами, с разработчиками этой программы и пара слов о вот этой программе. Значит, это программа для обвинившего расчетов периодических структур, вот она и называется Кристалл. Разработана она в университете Турина, значит, на химическом факультете, это квантовая химия, и она очень актуальна для химиков, но вообще говоря, ее разрабатывают люди, которые, скорее, близких физиков. Значит, ну, вот это просто один из примеров, которые мы считали, и для Титана-3 это сильно коррелированное соединение, но мы не делали упор на его электронную структуру и на электронные свойства, на то, что там, значит, обусловлено все корреляциями, поскольку Хартингфоб вообще их не учитывает. Мы просто исследовали поведение кристаллической структуры под давлением, то есть кристалл не годится для расчета сильно коррелированных систем, таких систем, где важны взаимодействия между электронами. Но структуру он дает, кристаллическую структуру, и мы исследовали поведение этой структуры под давлением, исследовали какие-то особенности, значит, кристаллической структуры. Вот это пример. Зависимость постоянной решетки от давления, но метод Харни-Фока, который не учитывает корреляции, дает плохой результат. То есть даже здесь корреляции появляются, межэлектронные корреляции. А метод ДФТ, который учитывает их, хоть эмпирически, но учитывает, дает более приемлемую картину. Вот примеры, что мы еще рассчитывали. Зонная структура, она очень разумная получается. ДФТ. В Харни-Фоки нет. Кристалл может дать карту зарядовой плотности. Ну и кроме того, считают еще какие-то кошмарные совершенно вещи. Это просто пример, мы это не считали. Вот. То есть тут просто не хватит мощности даже тех машин, на которые мы можем выйти. А это вот география программы Кристалл. Но вот по мнению авторов, в России ее не используют, хотя на самом деле используют. Видимо, это устаревшая карта. Вот. Ну, во всяком случае, у нас есть шанс, извините, дать Африку. Лицензию надо купить просто. Естественно, да. Она платная и при покупке программы они дают лицензию. Вам не задавали вопрос, когда вы приехали? Как вы пользуетесь программой? Она официально куплена в университетах? Да, в университетах. А, нет. А, ну а как вы будете общаться с авторами, если вы эту программу... Ну вот, я не знаю, это как бы вопрос на выбор аудитории. Там, в Турине, еще есть очень интересный музей автомобилей. Вот несколько фотографий оттуда есть. Интересно, можем показать. Да, да, да. Ну, если ты совершенно не обвинишь, что... Откройте, пожалуйста, папочку. А вот вопросы можно идти. Да, 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 да. Давайте все вопросы потом... А? А, сейчас проявим вопросы. Да. Давайте это закроем, а то отвечать не вопросы как... Дезорианируем задающих. Да. Что вы сказали насчет планки и не стресса? Честно говоря, ничего, если я не работал. Программа хорошая. Программа хорошая. Читает... Я знаю, что она... Вы помните? Она считает аллокальную аппоксимацию плотности, LDA. Вот эта глобка уже здесь аппоксимэшн. Читает ли она вот... У нас абсолютно нет. А на республике, так сказать, фокс, я не уверен. Ну, скажем так... Квантум Эспрессо, программа хорошая, вообще тебя зарекомендовала. Но, насколько я помню, на ней хорошо считают... Тулерезы, тулереноподобные структуры и полупроводники. То есть, считать... На них изоляторы я не видел. Ну, может быть, просто не туда смотрел. То есть, металлы, полуметаллы, полупроводники на них считаешь. Ну, опять же, металлы, где есть электродный газ, там мы можем применять по локальным программам. Но тогда для кристаллов... Релаксация решеток. Это из шпанной. Нет, релаксация решеток. Почему? Ну, я же, значит, понимаю, что если тут есть речь про кристаллу, то все прочее, это релаксация решеток. Вы берете пашки с этим, не желаю. Да? Вы минимизируете обоих изменений. Правильно? Релаксация решетки есть, да, но в рамках заданной симметрии. То есть, мы себе призывали обоих изменений. А, ну, то есть, нет, вопрос, видимо, о том, что мы в ДФТ все равно же и как-то... В любом методе. Да, минимизация функционалов плотности. Да, да, да. Из ДФТ мы можем получить эндантеобразование для... Энергии решетки считаются. Кристалл в этом уме. Умеете, 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 в этом эспрессе, я не имею. Успомню, кстати, что ты, я не знаю, подобное считал. У нас есть, где, Андрей, я не знаю. Вот он, я на самом деле, у вас стати, где он говорит, в классе эспресса, что чили? Можно, да, вопрос? А вы говорили о так называемых трилляциях, да? Да. И вот эти методы, они хорошие, вот, то есть они на первом принципе основаны. Но вот так называемые трилляции, они, как бы, либо не учитываются, либо учитываются плохо, да? Они учитываются посредством среднего поля. То есть самосогласованно рассчитывается некое среднее поле, которое создаётся всеми электронами и действует на каждый электрон, который будет вдохнуть пальцем. Это приближение. А вот какими мы, на самом деле, эффектами физическими и жертвами, которые мы не сможем... Мы в ширине щели. То есть, например, такие явления, как сверхпроводимость, это сильно коррелированные системы? То есть есть такое понятие, сильно коррелированные системы? Сильно коррелированные системы мы в такой программе не рассчитаем. Есть специальные подходы, там, например, ЛДА плюс СУ, которые учитывают как раз вот эти вот корреляции, там, амберически как-то. Но вот здесь, в том, о чём я говорил, вы не посчитаете сильно коррелированные системы. И у меня вопрос-то, то есть, что за, кеми явлениями мы жертвами? То есть, мы описываем экологическую структуру, а что мы, на самом деле, не можем... Значит, вот это приближение, то есть мы можем судить только по тем... Параметром, который мы из расчёта получаем, да? Вот я знаю, что не вычёт корреляции, да? Даёт ошибку в зонной структуре. Это выражается в завышении щели, иногда вдвое. Вот. То есть, расстояние между уровнями искажено. Вот, в основном, это здесь выражается. На решётку без давления это не действует. Значит, если вы, значит, сильно давите, там, расстояние между ионами сильно уменьшится. Там перекрывание оболочек электронных функций увеличится, да? Вот там это начнёт играть роль. Ну и вот, вы видели, в хард-рекордке там были некрасивые совершенно графики. Магнитизм тоже был магнитизм? Просто вот мы магнитные свойства почти ещё не считали, поэтому я не могу сказать, насколько здесь вот, в магнитизме. А, может быть, я поднимаю, может быть, в ряды есть. Но ещё я говорю, что, чем в жертве. Это же, расчёт мы проводим камеру в близи нуля, в кем. А при полной температуре вот то, что самая изотропная тепловая добавка была. Почему у нас разные параметры получились? Потому что там у нас источники для изотропной тепловой добавки, сняты ренгет и уточнение ренгетов, а у нас расчёт при ренгетах. Да, при ренгетах. Вот, наверное, ещё, а не что-нибудь. Ну, тут ещё и решётка. Тут ещё и решётка. Да, тут ещё. Да, то есть, расчёт, реальную решётку Кристалл считает при нуле. Кирилл. А потом всю термодинамику, которую он считает, он уже рассчитывает, используя фононы, полученные при нуле. Иначе задача была бы очень сложной. Ну, он посчитал, положив температуру равную нуле, а потом везде использует. Ну, не учитывает в расчёте. Да, всю презентацию сделал Влад Петров. Вот он. Ну, это вот просто мы хотели в музее. и автомобили, и в Турине, и какие-то там интересные экспонаты. Там вся история начинает с середины XVIII века. Порой в машин, но в современных гоночных. Ну, тут просто все они перемешивают. Человек не дарит. Человек не дарит. Да нет, не дарит. Это вот у них башня есть такая. Молия Антонелиана, и это символ Турина. И вот они взяли и, значит, на горбатый Запорожец, условно говоря, эту макет этой башни сверху приделали. А стоит это всё на карте города, которая, значит, на стекле изображена и подсвечивается. Там каждый квартал, когда он строился, в какие годы. То есть музей совершенно грандиозный. Народу в нём мало. Скорее всего, задерживает его казна. То есть экспонаты, начиная ещё с 800 каких-то там, 90-х годов, с тормозами из проволоки, с цепными передачами. Вот. То есть вот тут вот тормоза из проволоки, например, это видно было хорошо. Ну и так далее, вот до современного совершенно уровня. Трогать можно? Трогать нельзя, но я трогал. Они не сразу выгоняют. Они, в общем-то, терпят, они для него культурно. Трогать имеешь в виду заводить и ехать, что ли? А они говорили, что некоторые работают, заводятся там. Ну и могут быть с ним. Вот это ещё интересно. Это же место. Музей бронетехники. Так она вся есть. А, так они на этот танк приезжили. В Москву приехали. И какой-то такой пункт. И вот так. Ну вот, в общем-то, что вы хотели рассказать. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ guardian как выделили. Привет! КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...